Ежегодно в целях привлечения внимания общественности и населения к вопросу профилактики абортов по всей России проводится акция «Подари мне жизнь», главной задачей которой является не только предотвращение абортов, но и укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций. С 2011 года Фонд социально-культурных инициатив проводит в городах и регионах России акцию «Подари мне жизнь». По данным Минздрава за прошедший год число абортов в России снизилось на 13%. Это результат долгой целенаправленной работы не только по увеличению числа кабинетов и центров профилактики абортов, но и медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, особенно попавшим в трудную жизненную ситуацию. В первую очередь это осложнения, которые возникают во время проведения самой операции. Вторая категория – это осложнения, которые развиваются в послеоперационном периоде. И так называемые отдаленные осложнения или, лучше сказать, последствия проведенного оборота. Ну, конечно, те осложнения, которые возникают во время операции, это более грозные осложнения. В первую очередь это осложнения социологической поступки, потому что данная операция проводится в логике беременного оборота. Сегодня профилактика абортов постоянно проводится государственными и муниципальными медицинскими учреждениями. В городах существуют общественные организации, деятельность которых направлена на борьбу против абортов. Большое внимание этой проблеме уделяет русская православная церковь. Наиболее опасные аборты при первой беременности. Значит, по статистике, 75 из 100 бесплатных женщин искусственно прерывается при первой беременности. Первое искусственное прерывание беременности может привести к сгою, что приведет к сгою пермональной системы, нарушению индустриации и, в последующем, уже нарушению психического здоровья женщины. Целью нашей является не только снижение учреждения в городе и научить женщин планировать семью. Ведь планирование семьи следует рассматривать как один из важных путей сохранения здоровья в населении. Поэтому чрезвычайную важность приобретают адекватные медико-социальные мероприятия, направленные на охрану здоровья, начиная с самого раннего детства. В рамках профилактической недели в больницах города пройдут беседы, конференции. В женской консультации желающим расскажут о планировании семьи и профилактике абортов. Предложат информационные материалы. Ольга Жукова, Екатерина Студенова, Михаил Брыксин. Новости ТВ Рассказыва.